Радио России ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕРАДИО КОМПАНИЯ ВОЛГА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММА БУДНИ ФАКТЫ, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ Сегодня пятница, 10 января. С вами Наталья Юкозина. Здравствуйте. СОБЕСЕДНИК СЕРГЕЙ ЛЮЛЬКОВ СТАТИСТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ У нас более полутора тысяч человек в ежедневном режиме, 99 пожарных частей у нас и один пожарный пост заступают и несут свою трудовую вахту для обеспечения безопасности 87% территории Ульяновской области и 27% населения. То есть регион взял на себя определенные финансовые затраты для того, чтобы содержать профессионально подготовленных пожарных спасателей на территории в основном сельской местности. Потому что у нас очень большая территория и необходимо, чтобы каждый житель чувствовал себя в безопасности. Мы охватываем порядка 98% населения и территории. И вот хотелось бы, чтобы в этом году мы окончательно завершили 100% охват территории, который покрывает вопросы безопасности в плане пожарных частей. Что касается проектов, которые сейчас очень важны с точки зрения безопасности, я бы назвал это построение системы обеспечения вызовов по единому номеру 112. Это в соответствии с указом президента в каждом регионе необходимо на всей территории запустить так называемую систему 112, чтобы понятно было жителям. Каждый житель Ульяновской области и прилегающих территорий может позвонить и в течение времени, более короткого, чем сейчас все это происходит, на 10-20% получить профессиональную помощь. Если упростить ситуацию, то сидит диспетчер, получает информацию и в автоматическом режиме сбрасывается информация уже параллельно в МЧС, МВД, во все сопутствующие структуры. Если раньше практически в ручном режиме это необходимо делать, то сейчас именно в автоматическом режиме и уже система контроля, система отчета времени и так далее. Все это, с одной стороны, технически усложняется, с другой стороны, это упрощается, именно в системе контроля можно проконтролировать, как человек получает помощь в той или иной ситуации. Кроме этого, я бы хотел отметить, это система видеонаблюдения. Видеокамеры у нас устанавливаются в общественных местах, на объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта. Я не беру сейчас сегмент видеофиксации, это совершенно другое направление, это тоже очень важно. Именно беру во внимание, когда устанавливаются камеры, именно согласованные с органами МВД, места мы определили, и установлены камеры для того, чтобы отслеживать ситуацию. Информация у нас хранится 30 суток. И всю данную информацию в качественной картинке можно получить в той или иной ситуации. Органы МВД и различных проектных структур очень активно пользуются данной информацией. И то, что у нас снижается уличная преступность, во многом заслуга того, что преступники же не глупые люди. Они понимают, что в той или иной ситуации они засветились, и уже можно будет как доказательную базу использовать данную картинку. Мы вообще сейчас работаем над тем, чтобы у нас не было мест в регионе, которые не охватывают именно камеры видеонаблюдения, для того, чтобы в конкретной дате, в конкретном времени определить, что тот или иной человек, уже подозреваемый, передвигается, и маршруты его передвижения. До сегодняшнего дня у нас установлено 8,5 тысяч камер. Это очень большая группировка камер на 1450 объектах. Мало где в России и в соседних регионах такое количество камер. Сейчас мы очень активно работаем над тем, чтобы помимо того, что качество картинки соответствовало той доказательной базе, которая необходима, еще камеры с отождествлением лиц. То есть забивается лицо, которое или в розыске, или еще где-нибудь, или без вести пропавший, или в той или иной части города, мы видим это лицо, и мы уже можем отождествить. Сейчас очень важный момент. Мы работаем над тем, чтобы интегрировать камеры, которые стоят в торговых центрах, то есть собственники, люди, которые занимаются бизнесом. Не все, конечно, но основная масса проникается в ситуации, и мы в общей базе сейчас интегрируем, чтобы был прямой доступ, и мы могли в короткий промежуток времени обладать той информацией, которая сейчас будет снята с видеокамер. Я думаю, что к 2020 году мы выйдем на показатели порядка 15 тысяч камер, которые интегрированы в общее пространство, которые помогут работать правоохранительным органам. Вопрос очень серьезный, с технической точки исполнения, и в то же время он очень важный. То, что у нас снижение из года в год количества преступлений в общественных местах, на улицах и так далее, то, для чего созданы дружинники на массовых мероприятиях, это говорит об эффективности. Даже сейчас ситуация касаемо снюсов, то есть мы поняли, насколько опасно это вещество, и в течение праздников у нас добровольные народные дружинники занимаются проверками, в том числе мест возможной продажи данных снюсов. Но вообще у них очень серьезный круг обязанностей, помимо того, что они совместно с сотрудниками полиции патрулируют, обеспечивают безопасность при проведении массовых мероприятий, это еще проверка неблагополучных семей, несовершеннолетних, те, которые нуждаются в контроле и так далее. Когда появилась информация, что такое снюсы, информация появилась в конце 2019 года, было проведено несколько заседаний рабочих групп Совета безопасности, на координационном совещании рассматривались вопросы, одновременно велась разработка законопроекта о запрете продажи снюсов и их аналогов на территории Ульяновской области. Во второй декаде января на заседании законодательного собрания будет принят закон именно о запрете продажи. Параллельно мы работаем над тем, чтобы административные протоколы составлялись сотрудниками МВД. Для этого мы готовим пакет документов для соглашения между нами и МВД. Это очень важный момент, потому что запрет запретом, но необходимы еще определенные санкции для тех, кто занимается продажей. Представители крупного сетевого бизнеса, такие как Магнит, Гулливер, заверили нас, что продажи у них нет. Мы занимаемся мониторингом ситуации, но хочу сказать, есть другой пласт, это мелкие торговые ларьки, которые, возможно, не поняли еще, насколько все серьезно. И поэтому сейчас главная задача именно заниматься этим вопросом. Мы собираем информацию, сейчас Роспотребнадзор, МВД занимаются именно вопросами выявления. Плановые проверки, внеплановые проверки, это уже сам по себе механизм, ДНД, общественность. И посыл очень серьезный, потому что самое главное не допустить, чтобы ребенку был допущен вред здоровью. В ходе работы по этому направлению такое ощущение, что не все родители понимают опасность, что такое снюс. Вроде это не наркотик, вроде не запрещено, но на самом деле, когда большая доза того же никотина попадает в организм ребенка, неизвестно каким последствиям на перспективу или сейчас для растущего организма ребенка будет это вещество. Мы работаем и живем постоянно изменяющимся требованиям федерального законодательства. Есть понятие категории гостевая стоянка, то есть возле многоквартирного дома скопление автомобилей. И вот если человек, это решение Верховного Суда Российской Федерации, постоянно ставит и использует как стоянку для своего автомобиля, сейчас эта категория запрещена. Есть категория гостевая парковка, когда подъехал в магазин ли, к зубному, то есть мы исходим из этого. Сейчас принято 7 нормативных актов, где есть понимание запрета парковок возле многоквартирных домов, определенных требований, социальных объектов и так далее. Это касаемо запретительных мер. Второй момент, все-таки, если запрещать парковку, необходимо где ее делать. Мы сейчас работаем над тем, чтобы есть участки местности, чтобы открыть цивилизованные парковочные места. Парковки, чтобы налоги платили с этой парковки, чтобы обеспечена серьезная безопасность была для автомобилей. И третий момент, мы работаем в направлении создания платного парковочного пространства. Это, допустим, центральные улицы загруженные, где человек имеет возможность, цивилизованный способ посмотреть, все это привязано в единое интернет-пространство, есть ли свободные места, сколько это стоит. Ну, цивилизованный способ именно в этой деятельности. Изучив опыт, мы не делаем сейчас настолько резких движений, чтобы не вызвать недовольство населения. Будем объяснять, и каждый шаг в целом мы хотим согласовывать, чтобы население понимало, что это делается не просто так разово, или выгнали одних, придут другие, принимаются нормативные акты. Потому что, чтобы запретить, нужно проработать вопрос. Если запретил, необходимы санкции какие-то, чтобы можно было применить. Потому что на сегодняшний день этого практически не было ничего на территории региона. Если законы приняты, они должны работать. Я считаю, что 2020 год будет очень важным и переломным моментом, когда будет понимание, что это, и как будет выстраиваться ситуация именно в Ульяновской области. Сергей Люльков, заместитель губернатора Ульяновской области, подвел итоги прошлого года. Он рассказал о том, как работают ДНД, о сельских пожарных дружинах, об опасности для здоровья подростков, никотиносодержащих снюсов, и о том, как в Ульяновске начинают работать новые правила парковок для автотранспорта. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Журнал «Мономах» Журнал «Мономах» можно смело назвать достоянием культурной жизни нашего региона. Из номера в номер, и так уже 25 лет журнал радует своих читателей удивительными краеведческими статьями. Стоит только открыть любой номер журнала, и оторваться уже невозможно. Настолько он интересный, настолько захватывающий. События и люди. Вот о чем рассказывает нам журнал. Долгое время, 16 лет, главным редактором журнала была ульяновская писательница Ольга Шейпак. Она создала боевой редакционный совет, состоящий из достойных современников, среди которых историки, литераторы, краеведы. Журнал стал инициатором творческой премии «Шапка Мономаха». И вот уже на протяжении долгого времени, несмотря на экономические перипетии, эта премия ежегодно вручается лучшим ульяновским исследователям в области краеведения. Премия вручается за победу в четырех номинациях – за заслуги в области региональной историографии, за заслуги в области литературного творчества и молодому автору за лучшую публикацию года. И главная премия – Гран-при. Ею удостаивается Человек года за продвижение культуры, нравственности и духовности. По итогам ушедшего 2019 года таким достойным человеком стала сама Ольга Шейпак. Мы поспешили поздравить Ольгу Георгиевну с этой наградой. И хотя она уже несколько лет не является главным редактором, журнал «Мономах» любит, как и прежде, и считает его своим детищем. Ваши любимые авторы и любимые темы? – Вообще очень сложно говорить об авторах. Я их всех люблю, очень уважаю и повторяю, что без них ничего не было бы. Потому что ведь если взять любое другое издание, газету, журнал, это все-таки издание, где работают профессионалы-журналисты. А это издание существует на энтузиазме краеведов, не всегда пишущих. Они все очень разные. Есть те, кто ищет, находит и дает нам очень такой важный материал. Где-то при литературной обработке немножечко видоизменяется, но тем не менее вот этот поиск ведется, и это очень важно. Есть краеведы, которые прекрасно пишут и очень интересно, увлекательно. Но я думаю, что для всех, для нас интересны темы, связанные с личностями. Вот сейчас, по прошествии многих лет, я ведь приезжий человек, и я не сразу полюбила Ульяновск. Но именно Мономах помог открыть для меня этот город. Причем не просто открыть, а соединить века во единое целое. Я иной раз иду по улице мимо какого-нибудь дома, особенно в старой части Сибирска, Ульяновска. И вспоминаю тех, кто жил в 19 веке, в 18 веке, в начале 20-го. И вот эти судьбы, они очень интересны, зная об этом, когда их любишь. Конечно же, ты любишь город. И я думаю, что для читателей тоже самые интересные темы, связанные с судьбой людей, живших в нашем городе, и повлиявших на историю, на культуру нашего города. Я думаю, что если мы и дальше все-таки сможем сохранить журнал, а 25 лет – это же очень большой срок для такого издания четверть века, то и мы наших детей и внуков тоже сможем приобщить к реведению и показать, насколько интересен наш город и насколько важны эти корни. Поэтому, наверное, не случайно, но если мы говорим с вами о том, почему удержался журнал, ведь не только благодаря авторам, это я сейчас вот на ходу так рассуждаю и думаю, ведь во многом благодаря читателям. А читатели кто? В первую очередь учителя средних школ. Мы на них нацеливали издания, мы через них хотели достучаться к молодым, чтобы они что-то рассказали на уроках, на классных часах об истории нашего края. И действительно это вот было так, и учителя, библиотекари, музейные работники, это основная такая читательская аудитория была и остается, и они несут эти знания дальше, вот именно к молодежной аудитории. Это очень важно. Но ради этого, собственно, и мы работали, и может быть потому, и я так люблю на намах, это смысл моей жизни, четверть века, конечно же. Самый счастливый период. А счастливый потому, что мы знали, все, кто работал в журнале и кто писал, знали, ради чего это делается. Смысл был. И девиз на журнале был и остается для нас очень важной, пользуясь для Отечества. Это не громкие слова. Мы как-то стесняться стали, или патриотических слов таких. Но это действительно хотелось какую-то хоть маленькую пользу для Отечества. Что в твоих силах? Сделай то, что ты можешь. И это уже будет много. Можете назвать историческую какую-то личность, которая и родилась, эта историческая личность у нас, и проживала, и творила. Вот то, что вы полюбили, и что неразрывно связано с историей нашего города. Я начну, наверное, с фамилии самой древней, Мясниковы и Твердышевы. О них писали не раз, с разных ракурсов, потому что именно с них начинались знаменитые роды России. По легенде, они получили помощь от Петра Первого, и открыли металлургические заводы, разбогатели. И далее, если брать лучшие дома в Петербурге, это уже их потомки. К сожалению, у самих местников и Твердышевых были девочки, и вот эти изначальные фамилии ушли, забылись, но тем не менее, можно перечислить до 100 фамилий известных родов российских, которые связаны именно вот с начинателями, с нашими симбирянами. И далее дома в Москве, взять этот знаменитый дом Казицкой, с которым связано имя Марии Волконской, и там же читалось стихотворение Пушкина, когда она уезжала к мужу в декабресту. Это, конечно, очень-очень интересно, и этому можно посвятить даже не одну книгу, если браться вот за эту тему, все вместе собрать. Конечно же, мы должны гордиться Ивашевыми. Я очень люблю эту семью, и у меня есть пьеса, посвященная Ивашевым. Это интереснейший род не только с точки зрения деятельности Петра Никифоровича, который был инициатором вот этого памятника, украсившего наш город, Карамзину. Он же добился разрешения императора, и он организовал сбор денег на памятник. Он подвижник Суворова, он большой вклад внес в военную историю. историю побед, да, вместе с Суворовым. Но дальше, если мы рассмотрим судьбу и его дочерей, очень ярких деятельниц, сам Василий Вашев – декабрист, его уникальная такая красивая, очень любовь с Камилой Ледонтики, его потомки, которые тоже оставили след в истории нашего края. Конечно же, нельзя не сказать о Языковых, мы очень гордимся. И сохранен дом, литературный музей, который теперь в настоящее время, дом Языковых. Это память и о посещении Пушкина, Симбирска. Это и все литераторы знаменитые. Конечно же, как литератор, я не могу не гордиться тем, что у нас жил Гончаров, и наш город и его окрестности вдохновили его на романы «Обрыв» и «Обломов». Ну и поэты, конечно же, и фольклористы, и сказочники. Благодаря Садовникову мы имеем такое богатое наследие. Оно было передано братьям Языковым, и они смогли это все собрать воедино, опубликовать. Ну, в общем, о краеведении можно говорить часами этих замечательных людях нашего Симбирска. Ну, вот лично я очень люблю Федора Левчука. Меня его судьба настолько потрясла, и то, что мы сегодня наблюдаем, то, что осталось от него в нашем городе, и мы восхищаемся этими домами Левчука, это тоже вдохновляет на литературные вещи. Вот кроме небольшой пьесы, которую я ему тоже посвятила, я думаю, что, если Бог даст силы, я смогу написать роман. У меня есть такая мечта посвятить его Федору Левчуку. Так что очень много интересных людей. Уже три года вы не являетесь главным редактором журнала «Мономах». А чем занимаетесь? Я пишу. Если говорить о дальнейшей судьбе «Мономаха», скажу в адрес нового редактора. Я очень рада, что молодая, молодая, инициативная. Пришла редактор журнала Ольга Шипова, и она успела полюбить этот журнал. То есть невозможно там работать, если не любить. Это нужно быть патриотом своего края, патриотом вообще этого дела, чтобы сохранять, развивать журнал и давать ему свежие силы в виде новых авторов. Вот она смогла удержать планку и дальше ее приподнять и нести этот флаг очень достойно. Но я надеюсь, что я все-таки продолжу, конечно, и что-то публиковать в журнале, потому что есть мысли, есть темы, которые волнуют, и надеюсь, что я не потеряю связи с «Мономахом». А тут я смогла, освободившись от таких официальных должностей, исполнить свою давнешнюю мечту молодости. Я теперь преподаю театральное дело в школе, в театральный кружок, и продолжаю писать небольшие пьесы краеведческого содержания. Их уже много накопилось у меня. Мы ставим с ребятами, я как бы опробирую это своими силами, и в то же время мне хочется сделать краеведческие вот эти интересные темы, любовные темы, может быть, патриотические, такие связанные даже с героями нашими, с имбирянами, доступными простым ученикам. И я думаю, что я смогу это выставить на сайтах, где-то через интернет, через публикации, чтобы учителя школьные могли использовать этот материал для постановок. Это как доступная форма для того, чтобы наши дети любили наш край и гордились своими земляками. Какой неожиданный поворот в нашем интервью. Вы вдруг признали своей любви к театру, и о том, что мечтали, чтобы у вас был какой-то театр, труп артистов, писать пьесы, ставить это. А чем объясняется такая любовь к театру? Да, это с молодости я занималась, когда еще была студенткой в театральной школе, и когда приехала в Ульяновск по распределению моего мужа, я работала в школе, и у нас был свой тоже драматический кружок, и мы ставили пьесы. Но теперь, когда накоплен опыт кривейческих знаний, мне хочется этот театр школьный сделать с кривейческим уклоном. И вот на практике это теперь удалось все соединить. Мечту о театре, кривейческие знания и педагогический опыт. Сегодня Ольга Шейпак, получившая главную премию журнала «Мономах», гости нашего вечернего эфира. Начало в 19.20. Не пропустите. Следующий сюжет мы начнем со стихотворения ульяновского поэта Николая Благова. У нас есть для этого два убедительных повода. Во-первых, день рождения Николая Благова. Он родился 2 января. Во-вторых, недавно 15-я библиотека, которая находится в железнодорожном районе Ульяновска и которая носит имя поэта Николая Благова, отметила 50-летний юбилей со дня своего создания. Николай Благов – автор 18 стихотворных книг. Среди них «Голубинка», просыпаются яблони, имя твое, ладонь на ладони, звон на ковальне. В 1983 году за книгу, стихов и поэм «Поклонная гора» Николаю Благову присвоено звание лауреата Государственной премии имени Горького. А вот и любимые строки из стихов Николая Благова. Зима стоит такая россиянка, опять кипит не в проворот пурга, склонившись, как над прорубью крестьянка, луна полощет длинные снега. А вот еще про зиму. Лошаденка лениво плетется, валит в юго поля хороня, и полозьям протяжно поется, и в сугробах качает меня. Правда, красивые стихи? Сегодня Николай Благову будут читать не только я, но и мои собеседники. Первое – это Анисия Матлина, сотрудница библиотеки имени Николая Благова, той самой библиотеки, которая на днях отметила свой полувековой юбилей. Имя Николая Благовы библиотеке присвоили в 2011 году. Три часа непрерывного чтения стихов любимого поэта устами старшеклассников школ города транслировались в режиме онлайн. Также сотрудники библиотеки запустили цикл литературных мероприятий, посвященных Николаю Благову и его творческим последователям. Филологические лектории, открывающие поэтический мир Благовской строки. Известные люди города, современники Благова, среди которых главная поэтическая женщина Ульяновска Светлана Матлина. Известный поэт, краевед, автор гимна города и области Николай Марянин, публицист и поэт Александр Богатов собрались под эгидой эпохи Благова за торжественным круглым столом. По поводу Светланы Матлиной. Это ваша мама. Да. Но сегодня мы хотим про Светлану Ивановну сказать несколько добрых слов. Она не просто наша любимая ульяновская поэтесса, но она ведь дважды становилась лауреатом поэтической премии имени Николая Благова. Да, 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 действительно. Она была первым лауреатом Благовской премии и стала буквально в прошлом году дважды лауреатом Благовской премии. И такой номинацией это было последнее участие, когда в рамках одной номинации могли становиться дважды один тот же человек лауреатом. Хотелось бы узнать, а что библиотеке подарили в ваш юбилейный день рождения? От Управления культуры и досуга населения нам дали подарочный сертификат на приобретение моноблока, потому что у нас существовали проблемы, которые есть у многих библиотек города именно с техническим оборудованием. И поэтому это очень важный ресурс для дальнейшей нашей работы. А не кажется ли вам, что вот Николая Благова, чем дальше уходит его время, тем есть опасность, что мы его забудем, и его имя будет предано забвению? Действительно, у меня лично, и не только у меня, у многих современников Благова, известных людей, а также просто читателей его творчества, есть такой вопрос, и такая проблема, она тоже стоит. Но всеми своими усилиями мы стараемся, чтобы ни в коем случае имя такого знаменитого, такого замечательного русского, ульяновского поэта, нашего земляка, не придалось забвению. Также появляются новые формы преподнесения имени. Сейчас век молодых, креативных, век технологий. Именно поэтому мы проводим онлайн-акции. Что такое онлайн? Это трансляция во все соцсети. Это в первую очередь ориентировка на молодежь, на больший охват. Также мы запустили и вот эти филологические лектории, которые будут продолжаться. Это не разовые мероприятия, это комплекс мероприятий, постоянных. Мы приглашаем молодых, мы приглашаем новые лица со всего города. Мы несем имя Благово, мы рассказываем про его творчество. Точно так же касательно новых проектов. А в Андреевке есть проект по реставрации дома Благова с дальнейшим проведением экскурсий. И нашей централизованной библиотечной системой был реализован проект «Следуя за Благовом», в рамках которого мною была приведена экскурсия городская и не раз. Это тоже цикл дальнейших экскурсий, которые будут проводиться по городу, посвященных Николаю Благову. И создан, установлен арт-объект «Автобус на автовокзале» как символ одноименного стихотворения. Благова «Автобус». А вы нам хотя бы немножечко сможете прочитать несколько строк из этого стихотворения? Обязательно с этой сделаю. А отмечу сразу, почему именно такой выбор. Ворота города, автовокзал. И мы долго думали, какой арт-объект установить. И потом мы вспомнили стихотворение Николая Благова. Думаем, действительно, автобус — это будет просто как некий гость, который встречает каждого и готов вести дальше по жизни. Николай Благов, автобус. Всему покой. Двенадцать раз пробили. Часы над городом. Пора. Пора. В дорогах трудных, наглотавшись пыли, заснули в гаражах автомобили, спокойно отдыхают до утра. На площадях, на тротуарах тесных, дневной, горячий, простывает след. Откинув торопливо за навеску, в окне последнем выключили свет. Влюбленные, и те уже успели уснуть, забыться тихо, без тревог. Весь город спит в гранитной колыбели, губами форточек, хватая холодок. Один автобус, желтый, утомленный, всю ночь кого-то в улицах искал, прислушивался, уходил за город, спешил на пристань, мчался на вокзал, стоял, сигналил, ожидал в тревоге, просвечивая фарами кругом. Забытый встал он поперек дороги, к воротам чьим-то прислонившись лбом. И долго, работяга безотказный, с железной душой автомобиль тихонько всхлипывал и по деталям грязным за каплей капля скатывалась в пыль. Самыми желанными гостями в библиотеке имени Николая Благова, которая на днях отметила свой полувековой юбилей, были гости из села Андреевка, Чердоклинского района. А что связывает сельскую школу и городскую библиотеку? Спросил я директора школы Анатолия Ефимова. Он ответил, Николай Благов. А что вас связывает городскую библиотеку и деревенскую школу? В нашей школе присвоено было имя Николая Николаевича Благова 22 февраля 2006 года. С этого времени мы начали пропагандировать биографию и творчество Николая Николаевича Благова. С 2008 года у нас стали традиционными фестивали памяти Николая Николаевича Благова, на котором встречаются литераторы и нашего района, и соседних районов, и области. Частыми гостями бывает у нас Светлана Ивановна Матлина, была Елена Викторовна Кувшинникова, ну и другие поэты-писатели. Выездное свидание было, у них литературная гостиной у нас, а библиотека вышла на нас в 2009 году. Нина Николаевича Сидорова позвонила и попросила рассказать, каким образом мы заслужили имя Николая Николаевича Благова, что мы для этого делаем. Мы их пригласили в школу, познакомились с экспозицией музея Николая Николаевича Благова, и они сказали, что они готовят материал тоже о присвоении библиотеки 15 имени Николая Николаевича Благова. У нас началось такое творческое сотрудничество, они у нас ежегодно стали присутствовать на фестивалях памяти Николая Благова. Вы же поехали на юбилеи библиотеки, с подарками поехали. Да, у нас был секретарем порткома Борис Федорович Миронов, участник Великой Отечественной войны. У нас, кстати, ковхоз знаменитый, у нас три герои социалистического труда. Сейчас мы открыли галерею славы, пять орденов Ленина, ну и много людей таких славных. И вот у Бориса Федоровича Миронова была тетрадка такая толстая, а потом он еще одну завел. И он туда записывал как раз воспоминания о войне. Его племянник, кстати, почетный гражданин города Ульяновска, Элексей Михайлович Рыбочкин, он издал книгу, которая получила название «Окопная правда солдата». Вот мы две книжечки в библиотеку привезли в подарок. Хочу попросить вас, ну хотя бы несколько строчек, любимых, из стихотворения Николая Благова. Когда я встречаю гостей, мы фестиваль Благова проводим и на территории села, и проводим на берегу Волги. Как раз там у нас есть местечко, Долгая гора, по которой Николай Благов из Андреевки ходил в село Тургенево. А в Андреевке есть домик, он до сих пор стоит, уже полуразрушенный. У нас сейчас в планах восстановить его все-таки на территории школы поставить. Его строчки такие, забыть бы все, что пройдено, как нож у порога, на родину, на родину, ведет, ведет дорога. Это стихи про дом. У него, кстати, бабушка была, Секретинь Ивановна, это как у Пушкина Арины Родионовны. Вот он с бабушкой своей был не просто родственник, он был большой друг. А вот рядом с домом у нас родник был хороший. У него тоже были строчки, посвященные как раз вот этому роднику. Сколько лет я это знаю? Степь, речушку, облака, зиму, пахнущую маем, горстью пью из родника. Это как раз вот тому роднику, который не далеко от дома Николая Благова. Анисия Матлина и Анатолий Ефимов рассказали о большом празднике по поводу полувекового юбилея библиотеки номер 15, который носит имя поэта Николая Благова. Вот и все на этот час. С вами была Наталья Козина. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok